Привет! В этом видео поговорим о разных креатинах от компании Биотек. У них есть разные варианты от обычного моногидрата до капсул, таблеток и комплексов. Давайте разбираться, что лучше выбрать. Быть спортивным просто. Поехали! Итак, креатин это добавка для повышения силовой выносливости. В основном ее используют в период набора мышечной массы. Кому интересно узнать больше о эффектах креатина и как он работает, рекомендую глянуть видео по ссылке. Ну что, начнем с базового варианта. Креатин моногидрат. Ничего лишнего, один ингредиент. Сам по себе этот креатин без вкуса. Он хорошо работает и подойдет большинству. Этот креатин прошел хорошую очистку и по цене он очень даже доступный. Если есть проблемы с усвоением этого креатина или хочется что-то поинтереснее, рекомендую посмотреть следующие варианты. Такой креатин выпускается в банках и пакете. Хорошая порция от 5 грамм в день. Следующий вариант креатин эферсент, то есть креатин в растворимых таблетках, шипучках. Тут особо сказать нечего. 2 грамма креатина моногидрата на одну таблетку. Просто есть категория людей, которые любят всякие растворимые штуки. Еще можно использовать как полезный напиток в течение дня. Есть два варианта вкуса. Нормальная порция, хотя бы 3 таких таблетки в день. Дальше идут креатины разных форм, то есть новые модификации, которые считаются более эффективными. Креатин PHX, буферизированный креатин. Специальная форма креатина, которая не позволяет разрушаться ему в кислой среде желудка. По задумке такой креатин должен усваиваться лучше. Удобно, что этот вариант в капсулах. Учитывая то, что обычного креатина моногидрата в капсулах или таблетках у компании Биотек нету, этот вариант даже лучше. Минимальная рабочая порция 7 капсул в день. 3 креатин Малат. Креатин с яблочной кислотой. Отмечается, что такой вариант усваивается намного лучше, если с обычным есть проблемы. Сам по себе он кислый и хорошо растворяется в воде. Хорошая порция, опять же, от 5 грамм в день. Креатин фосфат. Это комбинация креатина и фосфора. Именно в таком виде креатин хранится в мышцах. И это якобы уже готовая форма, не требующая преобразований для использования мышцами. Порция те же 5 грамм в день. Никаких исключений. Эти варианты разных форм не имеют кардинальных отличий. Это скорее эксперименты и попытки создать более эффективные добавки. Так что надо пробовать. Они точно не хуже, чем обычный моногидрат. Хотя и немного дороже. Дальше варианты комплексов, в которых смешали несколько разных креатинов и добавили еще чего-нибудь. Первый вариант креатор. Четыре варианта креатина. Плюс зеленый чай, тирозин, гуарана. Если хотели усилить энергетиками, то этого количества очень мало. Я хочу правды! Правда тебе не по зубам, сынок! Но закинули бы туда хотя бы 500-1000 мг этих же веществ. И уже бы появилась интересная альтернатива предтренику. А так, название крутое, но эффекту неоткуда браться. Несколько разных креатинов это, конечно, плюс. Хотя и основная часть это креатин PHX из предыдущего варианта. Остальных креатинов мало. Плюс удобно, что это капсулы. Хотя для хорошей порции придется выпивать от 10 капсул в день. Креозеро. Комплекс креатинов без углеводов. Порция 8 грамм. Из них 6 грамм креатина. Все это с жмений, всяких добавок, витаминов и солей для лучшего усвоения. По уверениям производителя, все это необходимо для максимально быстрой доставки креатина к мышцам. В целом неплохо. Хотя и до этого обычный креатин моногидрат с соком неплохо усваивался. Наверное, именно поэтому этот вариант не сильно популярный. То есть, я имею в виду, что этот вариант точно не хуже моногидрата. Его, наверное, стоит попробовать, хотя цена на него выше. Креатранс. Комплекс с транспортной системой. Все для лучшего усвоения. Порция большая. 40 грамм. Из них почти 8 грамм креатина. Когда есть разные варианты, это хорошо. Что-то да и усвоится. По сути, этот комплекс начинается, как и предыдущий вариант. Но тут добавили аминокислоты. 3 грамма BCA, грамм цитрулина и 1 грамм аргинин гидрохлорид. Тут на количество аминокислот не пожлобились. Я просто поплоплю. Аргинин и цитрулин улучшают кровоснабжение мышц. И способствуют доставке креатина. Еще добавили небольшой комплекс витамин и минералов. И закрепили все это 24 грамма углеводов. Из мальтодекстрина. Это интересное дополнение. Так как мы знаем, что креатин лучше не пить просто с водой. Плохо усвоится. Если не знал об этом, рекомендую глянуть видео по ссылке. Как правильно пить креатин. Я бы сказал, что это такой себе легкий притренд без стимуляторов. Креатин, аминки, немного пампинга и быстрые углеводы для энергии. Заряжайте перед тренировкой. 40 грамм на 300 мл воды. Выпускается в банках 1 килограмм. В такой банке 25 порций. Итак, какие выводы сделаем? Классика. Старый добрый креатин моногидрат очень даже работает. И цена привлекательна. Ну а если с ним проблемы, живот разрывается, тошнит, то пробуйте другие варианты креатина. Эффективность та же, но их особый состав способствует усвоению. И это многих выручает. Выделить один из креатинов сложно. Хотя по отзывам скажу, что комплекс креатинов чаще работал лучше. Так что пробуйте и находите свой вариант. Спасибо за просмотр, друзья. Поставьте лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Пока. Подписывайтесь на наш канал.